Сегодня под пристальным вниманием рубрики «На первом плане» мы будем рассматривать самую интересную продукцию, с которой сталкивается каждый из нас и каждый день. Это деньги. Я приветствую в нашей студии Наталья Верба, эксперт отделения Владимир, Банка России. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, вы пришли с деньгами. Да. Мы пытаемся сегодня проследить историю подделки денежных знаков от самых первых времен. до настоящего времени, для того, чтобы вооружить наших телезрителей знаниями. И сама готовясь к этой программе, понимаю, что действительно много информации есть, и мало кто о ней знает и даже догадывается. Итак, обо всем по порядку. Когда появились первые подделки денег? Ну, как только появились первые монеты, тут же появились и первые подделки. То есть всегда фальшивый монетчик идет в ногу с производством сподлинных денег. Поэтому как только появились первые монеты, появились их первые подделки. Но основной металл для производства монет был, конечно, золото и серебро, поэтому подделывали, соответственно, золотые и серебряные монеты. Ну, первые монеты, упоминание первых фальшивых монет, мы слышали при раскопках в Англии, стоянки викингов, раскопали древнюю монету арабских государств. И оказалось на поверхности, что она, в общем-то, не серебряная, а медная и посеребренная. То есть вот даже в то время, в древнем мире, тоже подделывали монеты. Ну, первые монеты, конечно, монеты золото и серебра, их пытались подделывать, сбывать. Ну, какие были подделки в то время? В основном это порча монет была. То есть разбавляли состав металла или уменьшали вес монеты. Это называлось порчей монеты. Ну, еще было, когда изготавливали изменения драгоценных металлов и придавали им подлинных вид, подлинных монет. То есть покрывали серебри или золотили, или придавали какой-то другой вид монет, чтобы сбыть таким образом. Наверняка уже были на вооружении фальшивых монетчиков какие-то приемы, да, подделки? Да, конечно, были приемы подделки. Ну, я уже сказала, да, что это серебрили, изготавливали, уменьшали вес монеты. И наряду с этим уже знали, как проверить подлинность. Как проверить, конечно, да, как проверить монету. То есть брали монету, проверяли ее, как? Ну, отрезали кусочек монетки ножом и смотрели на срез. То есть полноценная эта монета или нет. То есть фальшивый монетчик сразу понимал. Так, проверяют монету, значит, он сам отрезал кусочек монетки, серебрил ее и таким образом выдавал ее за подлинную. Можно было уменьшить вес монеты, конечно, то есть разбавив это недрагоценным металлом. Можно было проверить ее на зуб. То есть все хорошо знают, что золото и серебро – это мягкие металлы достаточно. И зуб оставлял на них след. Можно было бросить монетку о камень. И если издавался чистый звонкий звук, то это была подлинная монета. Если глухой, то поддельная. Вот таким образом в то время проверяли на подлинность монеты. А в какой период появились монеты на Руси? Ну, на Руси монеты появились в конце X века. Это Киевская Русь. Первые монеты чеканили великие книевские князья. Это Владимир Святой, Ярополк Акаянный и Ярослав Мудрый. На первых монетах они называли златниками и серебряниками. Изготавливали их из золота и серебра. Был изображен великий князь. И герб в виде трезубцы. Это так называемый знак Рюриковичей. Вот такие вот были монеты. На монете Владимира Святого было написано. Давайте процитируем. Там было на... Да, вот сейчас. Это были монеты, которые чеканились в то время. Но до нашего дни дошли не так много златников и серебряников. Всего 11 златников и несколько сотен серебряников. Такие вот монеты существовали в Древней Руси. Но они по форме еще были далеки от сегодняшних таких стандартных монет? Конечно, они были далеки, потому что средства производства, чеканки монет были, конечно, далеки от современных. Они имели неправильную форму, очень нечеткое и неясное изображение. Поэтому, конечно, фальшивым монетчикам было раздолье. И государство не следило ни за качеством чеканки, ни за качеством наличного денежного обращения в то время. А когда все-таки появилась единая денежная система? Единая денежная система появилась гораздо позже при Иване III. В этот период времени, в период правления Елены Глинской в 1534 году проводится денежная реформа, когда монеты чеканятся единым князем и устанавливаются строгие правила чеканки монет. То есть определяется вес монеты, размер изображения на монете. В то время чеканились монеты серебряные с изображением. Часть монет чеканилась с изображением всадника на коне, с копьем. Поэтому эти монеты назывались копейными деньгами или копейками. Ну а самый мелкий номинал в то время был положка. То есть с XVI века копейка появляется в обиходе, да? Да. А когда появилось на Руси первое упоминание о фальшивомонетчиках? Ну самое первое, есть мнение, что самое раннее упоминание относится к 1447 году, когда некий литейщик и весовщик драгоценных металлов промышлял изготовлением неполноценных гривен. Ну, как и на Руси, как и в Европе в то время за изготовление и сбыт фальшивых денег предусматривалось, конечно, строжайшее наказание. И здесь отметилось тоже правительство Елены Глинской, когда после достаточно жестких мероприятий все-таки немножко удалось как бы снизить уровень фальшивомонетничества в стране, который наносил большой экономический урон. А позднее, в 1649 году, уже в соборном уложении, была закреплена смертная казнь за фальшивомонетничество. То есть всегда за подделку денег были очень строгие наказания. Итак, все-таки, когда монеты стали чеканить не кустарным способом, а уже таким машинным, правильно? Машина ведь чеканила, да? Да, машинное производство. Ну, это уже гораздо позже произошло, в XVIII веке, в период правления Петра I. Реформы Петра I, конечно, они достаточно велики и широки, своеобразны. Петр I приводит российскую монетную систему к европейской весовой. Впервые задумывается и вводится художественное оформление монет. Здесь уже ручная чеканка заменяется машиной, монеты становятся правильной круглой формы. Появляется гурт. Гурт – это боковая поверхность ребра, на нем тоже появляется изображение. И это первая защита монеты от подделок. Эта реформа дала стране очень удобные деньги. Номинальный ряд был приведен к десятичной системе. Вот, поэтому, в общем-то, монеты стали очень красивыми. И одни, в общем-то, появились первые защитные признаки. Этим ознаменовалась реформа Петра I. Ну, нельзя не отметить, конечно, что Петр I тоже был нетерпим к фальшивым монетчикам. И самое строгие наказание было за изменение сплава монеты, то есть добавление драгоценного металла в драгоценный. Это карало смертной казнью. За уменьшение веса монеты ссылались на галеры. Ну, и самое главное, что вел Петр I наказание не только за изготовление подделок, но и за сокрытие этого преступления. То есть это вот такие были нововведения. Наталья Анатольевна, а когда появились первые бумажные деньги? Петр I здесь шагнул вперед? Ну, Петр I приблизился, но еще не шагнул. Шагнула в эпоху бумажных денег Екатерина II. Ну, вообще, печатное производство стало известно еще при Иване Грозном, при печатнике Федоров. Далее развивалось печатное производство. И Петр I ввел водяной знак на гербовой бумаге для ведения государственной переписки. А далее в 1768 году Екатерина II подписала манифест, а в 1769 году на свет вышли первые российские бумажные деньги, которые назывались ассигнациями. То есть водяной знак был придуман, но еще не был применен к купюрам, к самим? Нет, на купюрах он уже был. С Петром? В Петре I еще не было бумажных денег. Была переписка, то есть была гербовая бумага для ведения переписки. Потом это, да, для защиты. Был уже использован водяной знак. Итак, какие уже на период правления Екатерины II, какие купюры уже были в обороте? Ну, первые российские бумажные деньги назывались ассигнацией. Они, конечно, совсем не походили, не были похожи на наши современные денежные знаки. Они печатались, печатались, это было типографское производство на простой белой бумаге, но уже с водяным знаком печати. Подписи на ассигнациях ставились вручную чиновниками банка. То есть это, скорее всего, были похожи на расписки долговых обязательств на выдачу монеты. То есть вот выполняли такую функцию. Но, тем не менее, они были очень популярны. Они очень вперед шагнули, дали толчок экономическому развитию страны. Намного больше они были современных денег? Ну, примерно формата А4. То есть вот лист перед нами лежит, да? Да, лист перед нами лежит, да. Это целая купюра. Но ассигнации как? Ассигнации. Это были ассигнации. Наталья Анатольевна, а был ли в истории России период, когда был массовый приток фальшивых денег? Такой, конечно, период в истории был. И этот период связан с торжением Наполеона в Россию. Наполеон вообще имел такую практику в своем обозе возить печатный станок, скажем так, да, грубо. Он привозил с собой фальшивые деньги той страны, с которой воевал. И наводнял наличные денежные обращения фальшивыми банкнотами. И Россия тоже не обошла эту участь. И качество фальшивок наполеоновских было достаточно высоким. Но, тем не менее, их распознавали по очень простым признакам. То есть были допущены грамматические ошибки. Буква Д была заменена буквой Л. И поэтому надпись звучала не ходячую монету, а халячую. И государственной, а государственной. Поэтому по этому признаку, в принципе, определяли... Кто умел читать. Кто умел читать, да. Но население страны было, может быть, не все грамотно. Поэтому получило очень большое распространение. И к концу войны, к 1817 году, было изъято огромное количество поддельных ассигнаций. Примерно около 6 миллионов рублей ассигнациями. Это очень много было. И перед правительством того времени встал очень большой вопрос, что же делать с этими подделками. Это же экономический ущерб. Это очень большой экономический ущерб. И мог привести к разорению большого количества домовладений, домохозяйства. Поэтому было принято, в общем-то, такое очень сложное для страны решение, как принимать к обмену поддельные ассигнации. Еще в течение 10 лет после окончания войны ассигнации обменивались. Конечно, инфляция и был нанесен очень большой урон казне. Поэтому экономически страна очень сильно пострадала. Вот чтобы в дальнейшем подобные ситуации не повторились, наверняка были вынесены уроки. И в денежном реформировании тоже нужны были сделаны шаги. Да, конечно. В то время министр финансов Граф Гурев предложил Александру Первому заменить существующие денежные знаки и построить специальное предприятие. Называлось оно тогда «Экспедиция по заготовлению ценных бумаг». Это прототип сегодняшнего современного предприятия «Гузнак», которое как раз занимается производством защищенной печатной продукции. В то время, в 1818 году, на свет появились первые ассигнации, выпущенные уже этим предприятием. И оно, конечно, отличалось от прежних ассигнаций. Эти ассигнации уже были цветными, гелишерными узорами, со сложными элементами. Вообще, надо сказать, что это предприятие собрало в себе, скажем так, все самое лучшее, что было известно и передовое на тот момент времени. Все оборудование, машины, людские ресурсы, знания, умения. Поэтому, в общем-то, ассигнации получились достаточно высокого уровня и качества. Это же печать с орловским эффектом. Это как? Это как? Ну, немного позже, в 1843 году, эти ассигнации тоже пришлось поменять, ввиду того, что все-таки фальшивки появлялись. Но, тем не менее, развивалась наука, и изобретение нашего русского ученого Бориса Якови, такого эффекта, как гальванопластик, позволило сделать очень большой шаг вперед. То есть уже производство банкнот, назывались они уже кредитные билеты, государственные кредитные билеты, они проходили с печатных форм, с идентичных печатных форм. Поэтому качество было очень банкното, высокое. Очень большая работа проводилась над водяным знаком. И к тому времени качество водяного знака достигло такого уровня, что при помощи водяных знаков изготавливали портреты и картины великих художников. То есть это очень, которое не видно было на простой бумаге, но видно можно было видеть только на просвет. То есть это очень высокое качество. И оно было по достоинству оценено на международных выставках того времени. Это просто был произведен, скажем, фурор в этой области. Изобретение, вот как раз новой печатной машины, которую сконструировал изобретатель Иван Орлов, который работал в экспедиции по изготовлению ценных бумаг. Эта новая печатная машина, конечно, позволила производить многокрасочные печатные изображения. И при описании современных банкнот сейчас мы слышим такое выражение, как печать с орловским эффектом. То есть это актуально до сих пор. Очень сильно возросло качество банкнота, их защищенность, конечно, при использовании уже металлографской печати. То есть что она сделала? Она повысила, она сделала печать рельефной. То есть при, скажем так, при рассматривании банкноты мы видели, что линии были нанесены не в плоскости, а в рельефе. То есть печать с гравюрой стала вообще основой печатного производства. С тех пор, конечно, все очень сильно возросло качество наших банкнот. Ну, венцом творения фабрики «Гузнак» того времени, конечно, уже в конце 19-го, начале 20-го века выходит в обращение банкноты с изображением Петра I и Екатерины II. Они выполнены очень сложными рисунками с очень красивым, сложным водяным знаком. Оборотная сторона выполнена как раз с орловским эффектом, с многокрасочным изображением. И на международной выставке того времени эти банкноты тоже произвели флор. То есть это была лучшая защищенная печатная продукция того времени. Вот интересно. А сегодня насколько защищены наши банкноты современные? Что они переняли от тех, которые производили фурор на выставках в Париже? Ну, основы денежного производства, заложенные в то время, они используются до сих пор. Вообще национальная валюта – это визитная карточка государства. На ней изображено то, чем гордится государство. В ней используются самые последние достижения науки и техники. Поэтому наша валюта российская – одна из самых лучших валют мира. Поэтому что здесь можно сказать? Мы гордимся своей валютой и следим за, конечно, частотой наличных денежного обращения. Банк России следит обязательно. Банкноты, конечно, имеют свой срок службы. И находясь в обращении, мы их берем, как-то сминаем, кладем в кошельки, расплачиваемся и так далее. И, конечно, они получают какие-то повреждения. И банкноты низких номиналов имеют срок службы где-то от полугода до полутора лет. Это номинал от 10 до 100 рублей. Банкноты более высоких номиналов, таких как 500 рублей, 1000 рублей, имеют срок службы до двух лет. Ну а более высоких номиналов, как 2000 рублей и 5000 рублей, до 4,5 лет имеют срок службы. А какими технологиями продлевается вот этот срок службы в зависимости от номинала? Ну вот, например, банкнота 200 рублей, вышедшая в 2017 году обращения, имеет специальное лаковое покрытие для того, чтобы продлить срок службы этой банкноты. Вообще все зависит, конечно, от культуры обращения, чтобы специально не рвать, не мять. Хотя банкнота рассчитана на определенное количество сгибаний, сминаний. Итак, какие есть признаки того, что банкнота настоящая? Ну, банкнота содержит целый комплекс защитных признаков, как машиночитаемых, так и публичных защитных признаков. К публичным защитным признакам относятся такие, как водяной знак, защитная нить, оптически переменные краски и многое другое. К защитным признакам, таким как микротексты, видимые с помощью лупы, относятся микроузоры, микроизображения. То есть при небольшом увеличении, достаточно десятикратное увеличение, мы можем увидеть эти микроизображения или узоры. Но также есть защитный комплекс для людей с ослабленным зрением, это изображение с повышенным рельефом. То есть тактильные метки, где люди со слабым зрением могут, конечно, отличить номинал купюры и не ошибиться. Какова сегодня ситуация с фальшивками у нас в регионе? Ну, в настоящее, вот в третьем квартале этого года экспертами Владимирской области было обнаружено 102 поддельные купюры. В основном это банкноты высоких номиналов, это 5000 рублей, было изъято 76 банкнот, 16 банкнот номиналом 1000 рублей, ну, по одной банкноте 500-100 рублей и 2000-й банкноты 8 листов мы изъяли из обращения. То есть банкноты встречаются, конечно, поддельные. А горожане могут ли вот определить визуально, тактильно поддельные это банкноты или настоящие? Банкноты, конечно, очень хорошо защищены, имеют, я уже сказала, большой комплекс защитный, но это ничего не стоит, если мы не знаем этих защитных признаков. Ознакомиться с ними можно на сайте Банка России или в обновленном приложении Банкноты Банка России, где очень удобно и доступно рассказано о всех защитных признаках. Поэтому мы рекомендуем, конечно, горожанам всегда проверять свои деньги, вообще взять за привычку, взяла в руки банкноту, проверить ее на подлинность. Хотя бы три защитных признака из разного комплекса. Тогда, в общем-то, этого бывает, как правило, достаточно. Но, конечно, надо узнать свои деньги. Ну хорошо, если горожанам нужно просвещаться, но есть специалисты, например, кассиры, они должны, наверное, понимать и сразу отличать, настоящие это купюры или нет? Для кассовых работников торговых сетей Банк России предлагает, тоже проводит бесплатное обучение. Его можно пройти на сайте Университета Банка России. Оно всегда доступно бесплатно и постоянно, круглосуточно. То есть любой кассой работник торговой сети может в любое удобное для него время пройти это обучение и тестирование. Проводится оно, это тестирование бесплатно. И те, кто успешно прошел обучение, получают именной сертификат, специальный знак, который можно расположить на своем рабочем месте. В общем-то, это повышает и уверенность кассового работника в своих действиях. И следить за частотой наличных денежного упрощения, и фальшивым монетчикам станет сложнее сбывать фальшивки. Ну а мы с вами не увидим их тогда в наших кошельках. Сегодня с непростой эпидемиологической ситуацией бытует мнение, что деньги это самый грязный продукт. Ну есть, да, такое мнение, но тем не менее... Моет ли Банк России денежные купюры? Нет, Банк России, конечно, купюры не моет, но выдерживает санитарные нормы для того, чтобы грязные деньги не попадали в обращение, потом он следит за частотой наличных денежного обращения, вовремя изымает ветхие деньги из обращения. Поэтому... Как вы считаете, вот в будущем все-таки уйдем мы от бумажных денег, и электронные их уверенно вытеснят, или как? Вот, ну, анализируя всю историю, да, денег у нас в России, вообще в мире. Ну это сложный, конечно, вопрос, но по статистике, конечно, сейчас безналичных платежей проходит. Количество их увеличивается. Но уйдут ли наличные деньги, уйдут ли они совсем, покажет, конечно, время. А сейчас, я думаю, нет. Сегодня на первом плане была Наталья Мирба, эксперт отделения Владимир, Банка России. Наталья Анатольевна, спасибо огромное за такой интересный рассказ. А нашим телезрителям желаем быть бдительными. Тем более это денежный вопрос.